Христос умер за наши грехи и воскрес, и мы, веруя в Него, имеем прощение грехов и жизнь вечную. Я вас и не узнал даже, кто вы, мужчина или женщина. Что-то безбородое, волосы длинные, не пойму никак. У нас положено, что мужчина был с бородой, что он не подкаблучник, что жена за ним стоит, как за стеной. Есть такая арифметическая выкладка. Мужчина – это один, два или три таланта, а женщина – нуль. Если она сзади встанет, то из трех получится тридцать, а если впереди – нуль целых, а три тридцать десятых. Смотря где она впереди или позади будет мужа. Это кошки у меня глазит она. Видно где. У меня кошки чудесные. У меня две голубятни большие. Мы строим деревню православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Одна деревня, весь мир, наверное. И школу сами построили, государственную. Храм. И интернет. У нас все есть. Но все. Дороги делаем, пруды. А восстановили, рыбу запустили. Все своими руками. Главное достояние человека – это сокровище наше, Иисус Христос, который умер за наши грехи. Который освобождает нас от всех привычек и всего ненужного. У нас два храма. Мы молимся. Приезжает из патриархии митрополит, богослужения, священники. Это большой праздник. Престольный или день деревни. Вот если вам нужно будет больше что-то узнать, вы два слова только запомните, как ключ к нашим сокровищам. Ключ. Игнатий Лапкин. Два слова запишите. Это я. Игнатий Лапкин. Запишите. И по скайпу вы зайдите. Скайп. Такая форма связи. А если зарядите канал «Во свете Библии», вот напишите канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Канал «Во свете Библии». У нас 17300 роликов наших. Нашли? Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. А если вы пожелаете узнать, какие книги у меня, о чем, наши поездки, это на сайте. Сайт. Это через Google заходить. Google. И там точно так же «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Там 50 книг, моим голосом насчитанных в аудио. 50 книг. Там фильмы государственные на нас снятые, занявшие первое место на международном киноконкурсе и первое место в России. Я начальник детского лагеря был 45 лет и еще три. Сайт «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Там я отвечаю студентам на 4124 вопроса. Каждый вопрос. Что об этом говорит Библия? Я показал ее. Что говорят святые отцы? Это 300 томов. Что говорят канонические правила? 719 правил. Что говорят жития святых? Это в одном вопросе ответы. Это 1173 биографии. Сайт «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И там 55 папок, где я отмечаю на вопросы. На 4124 вопроса. Сейчас у меня их помогает по вопросам дробят, и отдельно мы выставляем ответы. И что об этом говорит мировая поэзия, мировая культура? Нашлось? Сайт открылся? А сайт, если откроете, вы там все найдете. Звук и видео, такая там папочка. И вот, допустим, впереди там написано «Крестному православию» – это книга, на которую я потратил 40 лет. Пока все было достаточно. Сколько там тем? Крещение, покаяние, о церкви. То есть вопросы очень сложные. И там дается развернутый материал, по всем этим материалам. У меня еще не опубликовано. То есть в интернетной версии еще 7 томов, но издать уже нет сил. Денег нету. И 4 тома стихов. Каждый том по 800 страниц. Каждый том, это каждое стихотворение 36 строчек с эпиграфом из Библии. Видите, насколько оригинально все. Это Бог делает. Иные стихи так. Напротив каждой строчки у меня указано, какая книга Библии, какая глава, какой стих. Откуда взята мысль. 36 раз надо Библию открыть, чтобы понять, о чем же речь идет. Ну, все, однако. Если вопросов нет, будем расставаться. С Богом. Вот я не узнаю вас звать, как, чтобы помолиться-то за вас. Вы-то напечатайте тут. Ну, Бога нет. Скажешь, Бога нет, ничего бы у меня и не было. Я буду стоять, как все. Да и давно помер бы. У меня все друзья-школьники, уже ни одного нету. А что Бога нет, об этом в Библии сказано. 13-й Псалом и 52-й Рауль. Ну, да благословит вас Господь и ваше семейство, и близких ваших, чтобы вы не утонули в этом мраке. И там в Библии написано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Причина. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Поэтому Бога и нету. А когда человек правильно делает, хорошо делает, мы ему сразу показываем. Ваша книга. Вот. У меня один том посвящен этой книге. Я разбираю по сурам, аятам, сравнение с Библией. Ну, чтобы люди знали, откуда пришло. Вам было бы это интересно даже. Зайдете на сайт, 18-й том открытым оком. Все, пока. Да благословит Господь вас. Помните, Игнатий Лапкин, заходите. Да. Умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Наказание мира наше на нем, как Исаия сказал, за 700 лет до рождения Христа. Ну, я бы вас поддержал, так как я вытал, остановить Бога когда-то пьяный. Я вам не выдумываю ничего. Действительно так. Вот эта святая книга, она, первая книга в ней написана 3600 лет назад. Не верю вам-то. Ну, вот, я вижу. Слава Иисусу Христу. Согласен. Просто я сейчас выпил, восхваляюсь Бога пьяным. Это грех. Понятно. Я не хочу этого делать. Так. У меня двадяги православных. Они каждый пост, они держат его. И меня крестили в русской церкви. У нас очень большие ресурсы. Если вы желаете получить, вы можете зайти на них. Это, сыр кушаю. Ну, неужели на экране надо кушать? А? Ну, неужели уже такие голодные, чтобы нигде же этого нет, чтобы ели, когда разговаривают? Такого нету нигде больше. Ну, это просто я вот в меры перекусываю. Знаете, этому учить не надо. Это совесть должна подсказать. Вот у меня, допустим, по паре часов в университетах, я где занятия вел, два часа. Я никогда не позволю стакан ставить на кафедру. А вам даже нужды нету. Пьете, блудите, что? Ну, что это за люди? И поэтому мы пришли сюда, чтобы... Смотрите сюда. Я показываю, вы даже не видите. Да я вижу, вижу. Видите, какая книга? Вижу, да, вижу. Ну, дед, ну, скажи, какая у тебя зарплата? Что? Какого? Какая у тебя зарплата? Какая у вас зарплата? У меня зарплаты нету сейчас. Пенсия 8 тысяч... Пенсия 8 тысяч, 141 рубль 33 копейки. За 35 лет трудового стажа. Вот, тед, вот поэтому ты не сидишь вот так вот и не ешь, понимаешь? Не перекусы. Потому что у тебя ограниченное количество денег. А вот смотри, вот я вот работаю, у меня 30 тысяч, да, зарплата. И кто-то еще работает, у него еще больше, а ты знаешь, у него-то еще больше хоромы тут. Понимаешь, и он уже ест ложки там икру. А вот, понимаешь, ну... Ну, это я даже не знаю, как тебе объяснить. Ну, я понял, я понял. Я понял так, что денег много, и вы чувствуете себя... Денег не то, чтобы много, а то, что... То, что у нас государство просто плохое. Вот, я вот это вот... Ну, ладно, пускай плохое. Но мы ругать не будем, а будем молиться за них. Да и молиться-то за них даже, мне кажется, не надо. Ну, а скажите, на мою пенсию 8 тысяч, что можно сделать доброго? Да ничего. Доброго? А, доброго? Да заплатить коммуналку, налоги, да и все. Да и все. Даже за интернет и то нечем платить будет. Вот я тебе говорю, что... А вот теперь, теперь послушайте. Вот вы бы не ели, я не люблю, когда за столом едят. Так, послушайте. Я аж самому плохо становится, я слышу такие цифры. Ну, вы не нервничайте, вам сколько лет? Ну, мне 30. Мне 81-й. Вы внуки годитесь. Послушайте, только не материтесь и не отключайтесь. Вы заранее сказали, это правильно сказали. На эти деньги я не могу купить даже вот этот, мне его подарили. Но, но, мне Господь позволил издать 38 томов книг. Я в них отвечаю на вопросы студентов. Веду три радиопрограммы. Слушайте, я повторяю. 13 школ, в которых веду занятия. Все отделы милиции, воинские части. И это вопросы, они отображены и проповеди в этих книгах. Но это издать, это невозможно. Вот у меня сейчас еще 7 томов. Это 4 тома стихотворения по 800 страниц. Это миллионные растраты. Но это, я понимаю, издать нельзя на эти деньги. Но я их издал. Но дальше Господь Бог кладет мне вот сюда, вот и вот сюда. Я звоню в библиотеке и узнаю, они бедные, у них ничего нет. И мне Бог дал мысль подарить. Я живу в Барнауле. И мы едем до Владивостока, порт находки. Посещаем все города, районные центры. Отсюда возвращаемся, забрасываем 5 тонн литературы границы. И едем. До Португалии и Европы всю захватываем. Скандинавию, Прибалтику, Север и Турцию. 650 городов. И я подарил, не я, это Бог сделал моими руками. Ну, мы едем трое. Подарили 650 библиотек книги на 35 миллионов рублей. Повторяю, пенсия 8. У меня ничего нет. Но у меня даже вот здесь, который Ютуб, вот я сейчас рядом здесь, в Ютубе. В Ютубе во свете Библии Игнатий Лапкин. И у меня 17 тысяч 300 роликов. 17 тысяч. Просмотров 43 миллиона. А я никто. Я пенсионер, 81 год. И будучи неверующим, богатым, ну богатый, еще Байк, что он может показать? Ну, Абрамович там, Березовский был. Ничего нету. Потому что живут для себя. Мне Господь позволил уверовать, что Иисус умер за меня. Он принял меня. Он воскрес для нашего оправдания. Я для Бога это все делаю. Я 45 лет начальник. Образован у меня детского лагеря. Еще 3. 48 лет. Без помощи государства. Тысячи детей отдохнули, подняли. Ни рубля государство мне не дало, только гнобили. И мы все равно молимся. Мы единственные в стране, которая решает эти проблемы. Я слово проблемы не принимаю, называю нерешенные вопросы. 21 тысяча селений исчезли. Мы берем землю, получаем статус. Ну, приятно слышать. Мы пришли сюда, спрашивают, а зачем вы тут в рулетке? Потому что это блудилище, тьма, мрак, садом. И мы его желаем осветить Словом Божиим. И когда люди уверуют, чтобы они сходили в церковь православную, исповедались перед батюшкой, а дальше будет видно. Мы даем наши ресурсы богатейшие. Неплохое, говорю-то, чтобы нам было удобно поговорить, а вам не стыдно было завтра. Я вам расскажу о Боге. А мне не стыдно. Мне не стыдно. Я честно живу. И честно детей рожаю. Я же не о многом прошу, что прикройтесь прилично, чтобы было. И грудь у меня прикрыта, а плечо вам мое ни о чем вам не скажет. Я как будто в купальнике, дедушка. Если что. И Господом Богом это не запрещается находиться в купальнике и купаться. Ну, интересно, за 1300 лет ни одна мусульманка, даже не помыслит, так явится перед... А мы не мусульманки. Я русская, а не мусульманка. Мы христиане. Так, не ругайтесь. Я Богу верю. Не ругайтесь. У христиан как раз есть такое слово целомудрие. Вот целомудрие и есть целомудрие. А плечо вот так вот показывается. Никто не запрещал. Да я же не о себе говорю. Я для вас это говорю. Ну, так я не, как там правильно сказать, я не... Где? Не в монастыре. Значит, в монастыре надо прикрытое быть. А вот возьмите, по улицам идут-то. Какие наши женщины-то? Вот американские... Нормальные женщины идут. Бог им судья. Знаете, американские женщины написали... Мы не американские. Американские женщины мы американских женщин не видим. Понимаете как? У нас красивые русские женщины. Вы не ругайтесь сейчас только. Что показывать, как говорится? Склевать нам нечего. Да, действительно нечего.